Добрый день, мои дорогие друзья и дорогие подписчики. С вами снова я, Алан Зар. Ваш горячо любимый и давно потерянный. Мне не было целых два месяца. Я у вас искренне прошу прощения. Тот, кто ожидал новые ролики. На самом деле у меня была серьезная операция косметического характера. Какая именно я говорить не буду, потому что я считаю, что это отдельная тема. Про нее можно целый отдельный канал на YouTube открывать и рассказывать. Но я считаю, что это гардероб, гигиена и все дела. Это мое личное. Могу лишь сказать, что реабилитационный период у меня был целый месяц. И еще месяц я нахожусь в неком постоперационном депрессионно-апатичном состоянии. То есть мне сложно взяться за что-либо. Но наконец-то я себя переосилил. И сегодня мы делаем очередной ролик, очередное прохождение. Сразу скажу, что если кто-то ожидал прохождения по Титанику, Ну, последнее обновление было два месяца назад от разработчиков. Следующее обновление будет, насколько я знаю, 1.5. И до альфа-версии еще далековато. Поэтому пока ожидаем. Будем делать и дальше новые ролики. Все-таки надо понимать, что мой канал не акцентируется только на играх по Титанику. Чтобы все понимали. У меня спектр интересов гораздо более широкий, чем просто океанские лайнеры. Поэтому сегодня я буду делать ролик по одному из моих любимых жанров. То есть это игра, родоначальник игр под жанром симуляторы ходьбы, если кто не знает. Кому-то они кажутся скучными. Я считаю, что нет. Поскольку если хорошенько покопаться поглубже, есть хорошие, довольно серьезные видеоновеллы, в которых заложен глубокий смысл, в том числе и философский. Эта игра вышла в далеком 2012 году. То есть сегодня уже 22-й год. Уже ровно 10 лет прошло с выходом этой игры. Это как раз-таки первичная версия данной игры, которая вышла в 2012 году от компании Chinese Room, с разработчиками, с которыми у меня были тесные контакты, в частности с композитором данной видеоновеллы Джессика Кэрри. Она довольно, я не знаю, это прекрасный человек, прекраснейшей души, невероятно талантливый. Вот, кстати, музыка, которая играет, это ее рук дела. И такая музыка, она будет сопровождать нас по всей игре. К сожалению, компания распалась еще в далеком 2013 году. Или, погодите, нет, ошибаюсь, в 16-м году, после выхода их последней игры, Everybody's Gone to the Rapture, и я уже, можно сказать, с далекого 2013 года веду группу сообщества ВКонтакте по данным видеоновеллам их разработки, то есть Chinese Room. Если кому-то интересно, вступайте в группу, ссылку я оставлю в описании. Там довольно жестко ведутся дискуссии относительно смысла, потому что есть такие игры, понимаете, которые ты прошел, сделал прохождение, все понятно, ясно, и забыл про него. А есть такие игры, в кавычках, которые, так скажем, не поймешь с первого прохождения, и приходится делать еще одно прохождение, потом второе, третье, десятое, да, чтобы наконец-то уловить суть жанра, да, суть игры. Больше, в принципе, пока добавить нечего. Спойлерить я не буду. Будем играть, посмотрим. Если вам понравится данный жанр, мы будем делать еще несколько обзоров перед тем, как я уйду на сессию. Сразу предупреждаю, что через неделю я ухожу на сессию, так что меня не теряйте. К сожалению, студенческая жизнь, она не заканчивается. Будем мы дальше развиваться. Если меня не будет, да, это не означает, что канал виснет, да, и он не будет развиваться. Будут новые ролики. И я еще раз повторюсь, что мой канал не рассчитывается на то, чтобы делать какие-то, так скажем, делать ставку на набор подписчиков, да, или на зарабатывание денег. Это просто хобби, мое удовольствие. Все. Только на этом и заканчивается, так скажем, компетенция моего канала. Ну что ж, начнем. Кстати говоря, с последнего прохождения данной игры, лично моего, прошло уже три года, я уже забыл даже, что, почему, что и как, так что. Так. Маяк, буй, пещера. Ну, с маяка я начнем. Дорогая Эстер, чайки больше сюда не залетают. Я заметил, что в этом году они стали облетать эти места стороной. Возможно, причиной столь явной антипатии стало уменьшение популяции рыб. А может, это моя вина? Впервые ступивший на эти берега Доннале рассказывал, что эти острова, называемые гибридскими, населяют убогие пастухи, которые занимаются выпасом таких же дряхлых стад. Спустя три сотни лет ретировались даже они. Интересно, да? На самом деле, сразу скажу, что вот это видео на выла, она испещрена подобными текстами, довольно глубокими, которые придется расшифровывать уже отдельно, сидя, где-то, я не знаю, с друзьями, которые тоже делали прохождение и пытаться разобраться, в чем же здесь дело, что здесь происходит. Как видите, картинка здесь уникальнейшая для своего времени. 2012 год, чтобы вы знали. И эту игру сначала разрабатывали как мод для Half-Life 2, между прочим, да? Потом это все росло-росло, и в итоге за этот мод взялся очень интересный персонаж, профессор Кембриджского университета Дэн Пинчбек, кстати говоря, муж композитора данной игры, Джесси Гикари. И они вместе разрабатывали концепцию того, как можно сделать игру без какого-либо геймплея. То есть, здесь отсутствует какой-либо геймплей, вообще, в принципе, мы только ходим, читаем, изучаем, все. То есть, при всем том, что эта игра, она хоть и, так скажем, открытая, но не с бесконечно открытым миром. Здесь довольно прямой линейный сюжет, мы идем непосредственно по одному сценарию. И наша задача дойти вон до той вышки, которая горит, мигает красным сигналом. Игра была разработана на движке Source, представляете? То есть, вот эта картинка полностью, так скажем, зачаток от движка Source. То есть, такая насыщенная картинка. Ну, Unreal гуляет, можно сказать, учитывая вот данные произведения. Самое главное это талант, насколько я понимаю. Когда делаешь какую-либо игру, разрабатываешь, самое главное это талант и умение подать продукт совершенно невообразимо. И эту игру, между прочим, смогли окупить буквально за сутки. То есть, за сутки вот это окупилось. Так что, до сих пор эта игра, в кавычках, остается легендой из разряда жанра симуляторов ходьбы. Ладно, много болтаем, пойдемте изучать остров. Начинаем мы с маяка. так, здесь у нас разбитая лодка. Ничего интересного тут пока что я не вижу. Единственное, что есть у нашего персонажа, который мы управляем, мы не знаем, кто это, но единственное все, что у него есть, это фонарик, которым мы можем пользоваться. Больше у нас ничего нет. что у нас здесь? Так, книги какие-то. Фонарь. Жуткое место. Окна разбиты, заброшенные давным-давно. Видите, какой колодец, нет, на маяке в одиночку на острове находиться это трындец. Для кого-то это романтика, но я считаю это утопией и одиночеством здесь попахивает конкретно. То есть можно с ума сойти даже. Это что за фотографии или что это? Нет, это карты. Ноты везде разбросанные. Так, метрлинк это получается есть такой сборник, между прочим, под названием автора, по-моему, метрлинк с философскими текстами, по текстами о связи так скажем. Ой-ой-ой, чайка подлетела. Офигеть. У меня же плохо тут. Ну, короче, этот сборник о потустороннем мире. Что-то в этом духе. так, это у нас получается бойлерная тут. Ну, котельная своего рода, да, и кучу краски, между прочим, люминесцентной везде она тут разбросана. Вот такая вот интересная картинка. Вы посмотрите. Если не брать в счет воду, да, водную гладь, в принципе, она видно, что еще не достает до того уровня, который надо. Но, тем не менее, картинка завораживает. Небо вообще сделано уникальным образом. Облака, тучи и все дела. Кстати говоря, сразу скажу, что я прохожу непосредственно версию 2012 года выпуска. Было еще одно переиздание Longmark Edition. Оно было выпущено в 2017 году, но отличительной чертой является то, что там картинка более насыщенная и там вода уже доведена до современного уровня. Но минусом, конечно, являлось то, что он не продублирован. Там нет дубляжа. Поэтому я решил делать обзор по версии 2019 года, чтобы был непосредственно перевод, чтобы мне не приходилось читать. Иначе это будет немножко некорректно. и тем не менее вы видите картинку выпуска 2012 года это что-то с чем-то. Каждый кустик, каждая травинка все было сделано вручную. Доннель рассказывал легенду об отшельнике праведнике, что пытался найти уединенное место в его первозданном виде. Предположительно, он шел с материка на крохотном суденушке без нища с тем, чтобы все морские обитатели имели возможность подплывать с наступлением ночи, дабы побеседовать с ним. Можно только гадать, сколь сильно разочаровала его эта пустая болтовня. Сегодня, когда океан превратили в пристанище отбросов грузовых кораблей, он бы, возможно, достиг истинного умиротворения. Говорят, он бросил якорь в долине на юге острова, между ступов скал, ставших его пристанищем. Ходит слух, что он умер от простуды 116 лет спустя. Пастухи подносили дары для него ко входу в пещеру, но Доннель отмечает, что его самого они так и не видели. Побывав в пещере, я оставил свои подарки. Тут текст обрывается. Ну, довольно жесткая утопия. Так, тут пещерка у нас. Давайте зайдем. там соседние пещеры, это на той стороне надо будет пройти. Сразу говорю, что прохождение довольно спокойное, тихо. Здесь нету функции shift. Сразу говорю, что здесь бегать нельзя. Игра разработана с той логикой, чтобы это было довольно релаксирующее прохождение. Так, здесь у нас краска, вот, здесь что-то поначеркали, банку бросили и ушли. Так, здесь тропинка, помню, что обрывается. О, все, покатились. Думаю, данное прохождение будет по душе как раз таки моим подписчикам в группе Chinese The Room, да, которую я веду, потому что в принципе надо еще учесть, что давно я не делал постиков в этой группе, да, поэтому для них это будет маленький такой сюрприз. Так что, дорогие подписчики, группа вновь набирает обороты, мы будем делать новые посты, несмотря на то, что группа разработчиков давно уже не существует, и тем не менее любовь к их произведениям остается я лично гиперфан, а то, что я полюбил, да, я никогда не забрасываю и не забываю об этом. Здесь получается и клетки, я так понимаю, здесь ловились лобстеры, крабы или что-то в этом духе, в этих сетках. Так, пойдемте дальше. Я бы с удовольствием пожил бы на таком острове. Три дня максимум. Твоя мама рассказывала мне, что когда ты родилась, вся палата погрузилась в тишину. Большое родимое пятно красного цвета было у тебя на левой стороне лица. Никто не знал, что сказать, и ты плакал, чтобы заполнить эту пустоту. Я всегда восхищался тем, что ты плакала каждый раз, когда где-то было пусто. Я начал производить пустоты, чтобы ты могла раскрыть свой талант. Родимое пятно почти исчезло, когда тебе исполнилось 6 лет. Когда мы с тобой встретились, у тебя оно было почти незаметно. А после того, как... Прерывается. Ну, если кто-то успевает прочитать, ну, замечайте, да, что все-таки дубляж, да, и текст немножко разятся между собой. Ну, это обыденная схема, учитывая, что это игра до 2012 года. Официально она не дублировалась. Официально, между прочим, это любительский дубляж, имейте в виду. Так, это у нас... Я помню, кажется, вот эту штуку, она каким-то греческим, по-моему, ученым, по-моему... А, это, это... Эвклидова спираль, по-моему, так она называлась. Не помню, для чего она предназначалась. По-моему, тоже с философским подтекстом что-то здесь есть. Так что, если что, кому интересно, зайдите почитать. Есть такая штука, Эвклидова спираль. Музыка вообще... Высший пилотаж, можно сказать. Просто классика жанра. Я нашел декларацию суммы, раздавленную и затопленную под притоном канистр краски. Там написано, что наряду с этим грузом было большое количество нейтрализующего кислоту йогурта, направляющегося на европейский рынок. Должно быть, все размыло, и теперь его не увидеть. Бог знает, что больше нет ни хвост, ни чай. М-да. Интересная информация. Так, тут что-то нарисовано. Это... Это мост от... Получается, от автомобиля, я так понимаю. То есть, эти диски по бокам и мост непосредственно. Это автомобиль. Куски автомобиля. И насколько я помню, здесь постоянно при каждом новом прохождении обновляется местоположение тех или иных вещей. Имейте в виду. Если кто-то будет делать прохождение, если кому-то будет интересно. Это, между прочим, необходимо, если вы хотите выстроить полностью всю картинку того, что здесь произошло, что здесь происходило. То есть, здесь постоянно обновляются вещи, предметы, что-то остается тем же, так же, как оно и было. Есть какие-то ключевые вещи, которые меняются постоянно. Но вы понимаете, я каждый раз не буду делать новый обзор. Если кому-то интересно, вы можете сделать свой собственный обзор, свое собственное прохождение и сравнить с тем, что мы сегодня с вами прошли. Так. Все у меня норовится нажать Shift для бега, но, к сожалению, здесь эта функция отсутствует. Между прочим, у разработчика Challenge Room во всех играх эта функция отсутствует, потому что они делают упор на повествование и на картинку, а не на геймплей как таковой. Прекрасная картинка. Я помню, как первый раз проходил эту игру. Это был далекий 2015 год. Я как раз был тоже после операции и тогда у меня был перелом ноги. То есть ногу сломал и находился, так скажем, на домашней реабилитации. Дома сидел и когда был такой период расставания с девушкой и все дела и, короче, сел, поиграл, прошел эту игру. Потому что это единственная игра, которую я мог установить на ноутбук мой тогдашний 2010 года Тошиба был. Единственное, что я мог установить, так это эту игру чисто для того, что пройти. Потому что картинка меня сразу же подкупила и когда прошел до конца меня пробрало со всех сторон. Думаю, вы поймете, о чем я. Великолепный вид. Луна, венчавшая середина между утесами и каменным кругом. Она отбрасывает через пляж тень от горного хребта и весь мир, словно небрежный рощерк вашего имени. На песке неряшливым почерком. Не дочитывает почему-то. Насколько помню, в чужих прохождениях такая же история была, что озвучка не до конца идет и прерывается. Ну, ничего. Музыка пошла. Когда кто-то умирал или был при смерти или тяжело заболевал и не оставалось ни малейшей надежды, они вырезали в скале параллельные линии, обнажая находящиеся под поверхностью камня мел. В правильном ракурсе линии можно было увидеть с материка или рыбацкого судна, чтобы принять решение либо об оказании помощи, либо о полной изоляции. И переждать поколение, независимо от того, какая чума преследовала утесы и их спасателей. Мои же линии нужны для другого. Держать любых возможных спасателей в стране. Интересная информация. Ну, судя по всему, речь идет о вот этих двух параллельных линиях, высеченных в скале. Только как их можно было насечь вручную, я не пойму. Так, пойдемте дальше. так, по-моему, мы вот в этом ущелье были, да, мы проходили оттуда, в этом ущелье там валялся по-моему вот этот так, 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 так. Точно там валялся вот этот мост автомобильный. Картинка красочная, нет вообще, что касается цветов и трав, ребята действительно постарались. Это все ручная работа. Ты и я, мы с тобой не такие, как же Налута. Мы не ощущаем постоянной тяги к возвращению. Мы не сделали ничего значительного. Ни усталого старика, полосующего скалы голыми руками, ни подарков и святых писаний, рассыпанных на песке в ожидании своего часа, ни порыва ветра в лицо, ни кричащих чаек над головой. Кости отшельника больше не лежат на виду. Я убрал их подальше, вглубь этого острова, туда, где все проходы ведут в черноту и где мы сможем... Ну, довольно много метафор, то есть метафоричные изыскания, такие слова, обороты используются используются. Так, мы спускаемся вниз в ущелье. отсюда, кстати, можно четко, ясно видеть вершинку того маяка, откуда мы пришли. Вот если можно приглядеться, вон он. Даже можно увеличить. здесь у нас получается лодка. Мы вот эту пещеру видели как раз с пещеры напротив, вырезанной, в скале. Опять же, вручную и не вручную, это еще предстоит. Я встретил пола. Я совершил свой маленький хедж. Дамаск. Мой маленький дом из двух квартир на окраине Вулливерхэмптона. Мы пили кофе у него на кухне, пытаясь найти общий язык. И даже осознавая, что я прибыл не в поисках извинений, первопричины или воздаяния, он по-прежнему не находил себе места в своих волнениях, словно под кайфом или в бреду. Ответственность превратила его в старца. Как и все мы, он давно перешагнул все мысли. Мысли мы, черты жизни, можно сказать, границы жизни даже. Так. Давайте дальше. Ну, там лодочка, но, я так понимаю, мы до нее... Слышали, как будто какая-то рация шумела своего рода. Я бы оставил тебе дары возле убежища, в этом временном месте между утесом и пляжем. Я бы оставил тебе хлеб и рыбу, но рыбные запасы кончились, да и хлеба у меня не осталось. Я отвез бы тебя на твою родину в лодке без дна, но, боюсь, болтовня морских существ сведет нас... Болтовня морских существ и лодка без дна. Интересная тематика, согласитесь? Вон тот маяк, откуда мы пришли. Ну, к лодке... Я припоминаю, я к лодке пытался уже сто раз подступиться, но... что-то я... ой, 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 нет, тонуть я не хочу. По-моему, я помню, что если мы здесь утапливаемся, да, то все, утапливаемся с концами. возвращаемся обратно видимо здесь уже глубоко воде глубокая вода и туда здесь не стоит кстати говоря вы заметили сразу шумок такой как будто это напоминает пиение сердца и еще там сразу по моему оттенок вот этой башни как будто тень этой башни показалось под водой интересная мысля так давайте пройдем в пещеру то что там здесь завязали немножко красота каждый раз когда я проходил до удивляюсь тем красотам которые которые здесь кстати есть очень красивые пещеры там картинка просто неописуемая для своего времени как они это разрабатывали как они это рисовали и до сих пор я не не понимаю я читал интервью одного из разработчиков как они делали свет они очень-очень экономично все делали и при этом пытались не пустить каждую визуальную деталь чтобы она придавала больше красота есть надо было осветить пещеры но сделать это грамотно без траты лишних ресурсов компьютера на тот период времени вроде я так понимаю так тут какой-то спальник так газеты какие-то на записки тут письма валяются так дальше пойдем это получается какие-то аммиобы люминесцентной краской обрисована здесь интересно какая какая формула да не помню формулу если кто-то помнить напишите формула чего это и получается от нее идут какие-то ветки наподобие камни дерево очень интересно здесь такая же история тут у нас вяленая рыба бутерброды как будто если я припоминаю здесь постоянно то есть менялась так скажем ну картинка то здесь получается не рыба лежала а что-то еще лежал я не припомню точно точно что если кому-то интересно делайте прохождение это действительно уникальный опыт то есть такого вы больше нигде не найдете и проходить не будете уж явно такое же давно не производит и прохождение давно уже подобных вещей не делаю ой сердце выскочил чё-то пугать чайка это видимо та чайка которая сначала вылетела с маяка теперь она отсюда вылетает но судя по всему нам нужно следовать за ними тут у нас ручьёк такой бежит вот здесь вода она выглядит довольно грамотно сделано не то что скажем море до когда бьет прибор музыка вообще сразу вызывает ностальгию вот так время летит я помню свое первое прохождение на своем дряхлом к ноутбуке да я убедился что я не один здесь несмотря на то что я столь же уверен что это просто заблуждение вызванные обстоятельствами я например не помню где нашел свечи или почему я взял их чтобы освещать такой странный путь возможно это для тех кому приходится следовать за мной то есть он пришел расставил свечи для тех кто придет за ним потом но не за ним а вслед за ним вот такая вот интересная тема но здесь тоже господи это что были за звуки такие я раньше здесь таких звуков не слышал аж в дрожи бросает я сижу да вроде теплая квартирка все дела но слышу этот ветер вой да у меня сразу это дрожь по телу бежит но это я так понимаю своего рода молитвенник наподобие стул хенджа до которых британии вот наподобие вот таких вот скальных но каменных изваяния которые сюда притащили вручную поставили некоторые говорят что с помощью них изучали звезды и все дела но у каждого свое мнение так это а это получается то ущелье в который мы заходили там где мы автомобиль и вот эти этот чуть не рухнул где мы автомобильный мост увидели нет нам туда не надо точно я всегда пытался залезть вот на тот пригород но у меня ничего не получалось по ручью там где вот ручей бежит но вытекает откуда-то из скалы из скалы и и изи тропку не получается короче я пытался сколько пытался не получалось ай ну давай же не выходит можно было бы в свое время эту игру сделать довольно с богатой так скажем картины то есть богатым миром имеется то есть открытым более открытым потому что она того заслужил и вообще надеялся когда буду делать обновление в 2018 году сделали бы игру довольно открытой но не сделали так ладненько пойдем дальше это понимаю у нас вот это ущелье только есть для того чтобы пройти так а тут что у нас те же камни вот кому-то скучно да будет но для меня лично это гораздо знаете гораздо страшнее и вызывает тревожность когда например ты находишься в одиночестве где-то там на заброшенном острове если это остров набитый зомби какой-нибудь там вот эти остров мертвых и все дела вот такие игры да не понимаю честно наоборот вот такой состав такие места не вызывают трепет кто-то может в таких местах бывал может на материке если кто-то бывал пишите в комментариях поинтересуемся так тут прогрузка идет получается мы уже на следующий дорогая эстера я объездил участок м5 между эксцентром и бристолем уже более 21 раза но хотя у меня есть все отчеты и все свидетели и я перерыл все связи по миллиметру используя карту военно-топографической съемки я все равно не могу найти положение ты бы подумала что там могли бы быть метки в качестве обозначений это где-то между поворотом на сэндфорд и сервисом велкам брейк но хотя я всегда могу видеть это в зеркале за я еще еще не могу причалить к нему что-то подобное красота какая посмотрите бухта заброшенными кораблями между прочим я помню 17 год и вот этот саундтрек я постоянно вырубал души когда изучал под анатомию то есть когда все-таки медвузе учился до очень часто использовал вот такую музыку для того чтобы можно сказать успокоить мозг и сосредоточиться на обучении то есть она довольно релаксирующую если вы могли заметить там где вот бой моргай до перед ним прошла стоит какая-то тень вроде прошла он видите есть можете заметить даже такая тонкая структура тени по-моему это вот местные так скажем призрачи я не знаю вот но липота но красота вообще то есть я себе монитор же обновил да а на этом мониторе я ни разу не делал прохождение этой игры это вообще что-то с чем-то красота вам совет на будущее есть покупайте монитор покупай пойти сразу же только но если это место делает вялые попытки изобразить жизнь ты можешь видеть буян ты я весь день пытался заснуть в попытках восстановиться я чувствую это мои последние дни смысл продолжать вам должно быть что-то новое для поиска какой-нибудь уголок или щель за которую можно зацепиться я решил свои проблемы я потопил свои лодки и смотрел как они идут на дно жестоко топить свои свои лодки кстати я тоже замечал что но кстати если видите там на боку вот этого кораблика написано не пил и везде там прослеживается то есть если расставить букв по местам стоит пишется что он не пил пил не пил мы не знаем но я о чем хотел сказать что здесь постоянно надписи меняются вот в этом месте то есть с этого борта при каждом новом прохождении так что если кому интересно пожалуйста понимаете это по сути дела не нацелен на попкормовское прохождение как многие это называют это такая штука которая требует я не знаю воображение что для того чтобы понять все таки это действительно такой остров есть то есть что это за остров да что за персонаж которым управляем как его зовут как он сюда попал то есть нюансы много ответов нету сразу говорю что мы здесь прыгать тоже не можем здесь в основном только спокойная ходьба о смотрите что тут у нас лежит дефибриллятор припоминаю что здесь все что только не лежало то есть здесь все время что-то меняется то есть надо вот собирать так скажем осколки истории да вот например сейчас здесь лежит дефибриллятор а почему дефибриллятор здесь здесь лежит но дефибриллятор наверно знаете для того что для того чтобы оживить человек запустить работу сердца что он делать на этом острове вот вам пища для ума короче все разбросы ну короче здесь реально повалило все так вы все моргает только вот зачем не понять непонятно там должно быть отверстие в днище лодки как иначе новые отшельники прибыли интересно ну вот выстраиваете как-то цепочку и чё а то точно сюда же нельзя подняться и я помню вот эту полосу здесь она была точно но я не помню вот этого что это такое что это может значить короче для кого-то проще проходить игры там где все понятно ясно так по щелчку в 3 15 татань да кому-то интересно проходить вот такие вот глубокие истории я всегда считал что если и делать да из титаник чести слава что-то да нужно делать вот с таким вот глубоким подтекстом мне всегда казалось я лечился от камней в почках и ты пришла навестить меня после операции когда я еще не до конца отошел от анестезии я пытался различить твои смутные очертания и расслышать твою речь теперь мы и камни совершили побег и выросли в остров а ты потускнела на фоне машины пьяного нет ребята я знаю как выглядят камни в почках и в желчном пузыре но чтобы из них вырос вот такой вот остров извините это надо пить очень очень грязную буду чтобы вот такие вот камни образовались это что увидел пол через свое лобовое стекло не жену лота смотрящий через свое плечо а шрам на склоне холма падающий в черноту навеки я только не помню что тут было когда я падал в прошлый раз вернись вернись какие-то отдаленные какие-то звуки я слышу как будто плаксон или сигнал и что-то еще вот это тик они еще если вы помните да тик-тик-тик напоминает если бы скажем дворники работали на автомобиле да вот такой звук идет вот не красота ли вот я не знаю аж заставку ставь на рабочий стол в живую конечно составку они просто картинку красота но в принципе если учесть да я вроде читал что-то про гибридские острова и много фотографий видел в принципе они так и выглядят то есть заброшенные то есть в основном на этих островах держали скот ну то есть скотину овец в основном ну и в основном эти острова используясь как для установки маяка ну чтобы отдаленные корабли не терялись в случае шторм или чего-либо подобного я начал свое восхождение по зеленому склону с западной стороны я долго всматривался в горы и шахты и понял кто должен подняться выше и только затем найти путь под ним я спрячу последние следы моей цивилизации в каменных стенах и оттуда буду копать дальше мое внимание притягивает антенна и край утеса у них есть что-то от перерождения что ожидает меня вот так вот музыка вообще как время летит а таблетки какие-то тут тоже пузырек с таблетками понимаю с какими именно там не написано тоже своего рода загадочка тоже своего рода загадочка я молчу я молчу я молчу я молчу в в в на в в в Красота. Кто-нибудь хотел бы пройтись под таком мостуру? Я только за. Убежище было построено здесь в начале 17 века. К тому времени пасти животных стало специальностью. Первого пастуха звали Якобсом. Он происходил из рода мигрировавших скандинавов. Местные не считали его скотоводами. Он приплывал сюда каждое лето, строил убежище, надеясь в конечном счете, что подняв хозяйство, он обеспечит себя, жену и потомка. Доннелли писал, что у него не нужно. Он подхватил лихорадку от дойных костей и скончался спустя два года после окончания работы. И не нашлось никого, кто бы вырезал ему эпитафию на утюзе. Музыка вообще... Я уже не обращаю внимания на текст. Музыка просто утопия какая-то. Аж сердце кровью обливается, можно сказать. Ой... Интересно было выражение, когда он сказал, типа, должен был поднять хозяйство для того, чтобы обеспечить своего рода слов. Интересно звучит. Надо себе на заметку куда-нибудь. Ой... Дрожь по телу пошла. А здесь тоже формула вот эта. Она везде постоянно повторяется. Но не повторяется, потому что это чисто шаблоновая история, а она повторяется, потому что это так задумано. Что за звуки и странно. Как будто оса пролетела под боком. Ничего себе, как высоко. Красота. Ой... Ладно, давайте заходить. Все же. А, это не дверь? Так. Это что было? Чайка? Опять. Ладно, заходим внутрь. На свой страх и риск. Инвентарь. Колченогий стол, который мы обтянули обоими в нашем первом доме. Складной стул. Я смеялся, когда увидел тебя в лагере у озера. Потом мне было жутко неудобно, и ты тоже смеялась. Это дневник. Кровать со сломанными пружинами. Однажды поспав в ней, запомнишь навсегда. Сменная одежда. Книга Доннелли. Украденная из Эдинбургской библиотеки по пути сюда. Я спалил все это одним прекрасным умом. Это станет моей антенной. Почему-то написано... в будущем поколении, да? Вроде... А, ой, поколение. В будущем времени написано, да? А говорит он как будто в прошедшем времени. Интересно, почему так? Ну что, это просто письма, какие-то ноты опять разбросаны везде. Тут что у нас? Это, напомню, вот этот... Ну, картинка, да, которая лежит на столе, да, снимок, это получается своего рода УЗИ. Снимок от УЗИ. Если кто-то раньше хотя бы разок делал, да, видел, скажем, как делается УЗИ, да, вот на экране монитора, да, выглядит оно примерно вот так. Книжка как... Гибрид... Гибридские истории, короче. Книжка про гибридские истории. Тут тоже кучу-кучу. Там, насколько не можно заметить, вот где вот по сей деньке лежит листочек, написано... Начинается от слова Доннели, вроде. Потому... Мы уже не раз слышали это имя. В прохождении. Так. Здесь чей-то костюм висит, печка с чайником, короче. Чемодан. Опять спальник. О, кстати, смотрите, кружка здесь, да, и на ней формула. Наверное, из тех формул, что мы видели по пульте сюда. И опять чьи-то джинсы висят. Костюмчик и все дела. Так. И, между прочим, опять те же книжки повторяются везде. Что за звук был? Кстати, можете, можете заметили, смотрите, там в пещере, да, как будто какой-то огонек горит. Я припоминаю, что здесь на острове какой-то призрак. то ли преследует персонажа, то ли просто путь показывает. Немножко так и не разобрались. О, точно, точно. Это призрак. Он отдержал вот этот, не знаю, что там в руке он держал, горящие. И, короче, пошел туда, наверх. Да. Я понимаю, наверное, кто, уже половина из тех, кто смотрит данное прохождение, уже уснули, наверное. Но концовка, насколько я могу судить, она довольно многообещающая, трогательная. По-своему. В сноске редактор подмечает, что в этом месте Донали сошел с ума, так как сифилис прорывался в его систему словно пьяный водитель. Ему нельзя доверять. Многое из того, что он говорит, безосновательно. И хотя он действительно рисует красочную картину, многое могло быть сказано им в пылу лихорадки. Но я был здесь, и я знаю, так же, как и Донали, что это место всегда наполовину придумано. Даже в здоровом глазу скалы и пещеры мерцают и размывают. Они нашли Якобсона ранней весной. Вот теперь только наступило. Хотя он был мертв уже почти 7 месяцев, его тело было заморожено вплоть до нервов и даже не начало разлагаться. Его ногти огрубели и были обкусаны до крови. Под ногтями они нашли светящийся мох, что растет глубоко в пещерах. Что бы он ни делал под островом, когда силы покинули его неизвестно. Он бы пробирался наверх по утесу до половины, возможно, в иступлениях, возможно, пытаясь добраться до пожара в Хибаре до того, как превратится в камень и потеряет силу. Вот такая информация. Так, здесь у нас это знак восклицательного знака, который на трассе выставляется обычно. Вот, пожалуйста. Так, ладно, возвращаемся. Столько работы для того, чтобы показать какую-то одну маленькую деталь. То есть одну деталь из огромного пазла, чтобы разобраться, что же здесь вообще такое творится, ради чего все это. Вы только посмотрите отсюда, как лучи пробиваются сквозь облака. Это как нужно было нарисовать это. Я не представляю, как это сделано. Слишком натурально выглядит. Слишком. Сейчас-то уже таких игр не делают. С такой картинкой. Может, я преувеличиваю, но я считаю так, что вот с таким небом, я не припоминаю ни одной игрушки. Может, игра про Edit Finch, может, там тоже небо неплохо сделано, но тем не менее, здесь небо на высшем уровне. Столько тонов, теней, вообще вышибил отаж. Это, я так понимаю, остов судна. Парусника, наверное. Ну, короче, дёбра одни остались от этого кораблика. Климбе down to the caves, я слеп, и слеп, и уничтожу моё ног. Я думаю, что у меня бедра и уничтожу. Это въединиться. Скин из-за прития, притий, пинь, и пина в пинти, свистую с декором. my shoreline, drowning out the ache of my stones. I struggled back to the Boffy to rest, but it has become clear that there is only one way. This is likely to end. The medical supplies I looted from the trawler have suddenly found their purpose. They will keep me lucid for my final ascent. Тут почему-то дубляж не пошел. Интересно, почему? Офигеть. Посмотрите, как в каком месте мы находимся. Там что-то есть? Так, тут у нас... Вы посмотрите, сколько тут этих книжек заброшено, вот этих книжек. И все одно и то же, гибридские истории, гибридские истории, какие-то карты, видимо карта этого острова скорее всего. Одежда какая-то, она вот так усыпана. и чемоданчик с вещами. Интересно, зачем столько однотомников. Интересно, как они могли уместиться в этом маленьком чемоданчике, столько книжек откуда. Так, ладно. Мы сейчас идем прям-прямо, да? Сейчас начнется уже третья фаза. Третья фаза это уже пещеры. Так. Вот она, гигантская пещера. Так, это что у нас? Странные камни тут какие-то. Они... Такое ощущение, как будто они больше выглядят похоже на саркофаг, нежели на... Какие-то каменные иглы бы. Похоже прямо. Вот свеча горит. У меня отвыкли глаза от этой красоты. Какая красота. Посмотрите только. Ну что, спускаемся? Аж шумок такой пошел. Камни падают. Доналли не прошел через пещеру. С этого момента его указания как таковые покинули меня. Теперь я понимаю, что это было между нами двумя. Все эти переписки, которые могли быть вычерчены на мокрых скалах. Вы посмотрите, что это за месиво из красоты и неописуемого блаженства. Я не знаю, как это выразить. Вы посмотрите. Разработка 2012 года. Вы только посмотрите, какая красота. Сколько она требовалась любви. Потому что это была их первая разработка. И они вложили в нее столько души. Поскольку вот эта игра, это по сути независимая авторская работа. А вот вторая работа, которую они сделали. Третья, точнее, работа. Вот это Everybody's Gone to the Future. Они уже ее делали, но уже под гнетом компании Sony. И, соответственно, вот этой первобытности... Я не знаю, как это сказать... Творческого начала, да, там нет. Не так чувствуется, как здесь. Музыка с картинкой работает на ура. Все вместе. Моя красота. Сразу вам на заметку, если вы хотите делать прохождение данной игры, если будете играть, играйте ее ночью в темноте. В темноте краски гораздо более живые, нежели при солнечном свете. Там не существует другого направления. Нет другого выхода из этой автомагистрали. Ускоряясь мимо перехода, я увидел вас на обочине с последним напитком в дрожащих руках. Понятно. Просто колонны и среди них свечи горят. Очень художественно, интересно выстроить. Здесь тоже, вот видите, люминесцентными красками везде все изрисовано, все стены. Только вот понять, что это за схема и почему это так. Если кто-то что-то узнает, если из вас есть инженеры, напишите, что это за схема, может вы поймете. Вот это очень похоже напоминает фосфолипиды, клетки печеночные, например. Ну видите, он изрисовал, кто-то и банку кинул и убежал. Так, мы оттуда пришли же, да? Оттуда пришли. Теперь сейчас вот так идем. Вы посмотрите, вот как изящно сделали вот эти клыки. Вы посмотрите, какая красота. Дрожь по телу прошла. Сразу скажу, между нами лично. Слушаешь вот такое журчание воды, да? Сразу хочется по мальникам. Посмотрите, какая красота. Это просто... Грация какая-нибудь. Ну да, она. Кайфуешь просто от процесса. Уже не столько важно в таких местах повествования, да? Сколько картинка того, что ты видишь. Музыка, картинка, они работают и без текста. Мы, получается, обошли пещерку с той стороны. Мы выходили вот оттуда. Вот из этой темной пещерки, да? Упали в воду, да? И круг сделали. Просто. Отчик с отрубями. Отруби с полчиком. очень красиво очень это что нет это не кровь это получается оттенок от камня идет получается вот это называется любовь к своему делу и я прекрасно помню что когда читал до интервью разработчиков но не было финансирования приходилось все делать буквально вручную как студенты сидят после учебы дача что-то делать сидишь работливо в течение нескольких лет работаешь вот кстати говоря если говорить об экономии света да вот надо было сделать так чтобы пещере было светло да но пытаться сделать это экономично они используют такие вот грибочки до сумминесцентным оттенком света до что придать хоть какие-то лучи помещению вот я путешествую я горстями глотая болеутоляющее чтобы сохранять ясность ума в своих иступлениях я вижу пару огней от луны и от антенны сияющих мне сквозь камни посмотрите просто неописанная лепота так но тут пещера заканчивается все здесь уже дальше входу нету может нет не можем придется делать крюк а можно в принципе сюда переплыть а погодите а мне течение уносит я не могу посмотреть что там на днище между прочим у нас я-то живу непосредственно в Качехском районе не в Шпутской области у нас в Качехском районе недалеко от одного села которое называется Малый Голый вроде ой что я говорю то Торель Малый Торель есть получается огромный комплекс пещер где-то 6000 квадратных метров в принципе на глубине где-то примерно 50-60 метров где-то вот примерно вот такой же пещерный комплекс вот с такими вот так скажем рисунками наростами сталактитов то есть это многомиллионный процесс то есть который длится в течение многих миллионов лет камни вода получается потолка стекает да и за собой тянет соответственно песок землю и все дела и получается образуется вот такое вот каменное наслоение да в виде пирамидки погода портится что-то очень хочу попасть в эту пещеру честно сказать но к сожалению музей который занимается экскурсиями он пока не организовывал никакие экспедиции поэтому пока что эта история отпадает опа да кстати там что у нас а это эти бумажные лодочки короче здесь но это не просто бумажные лодочки они получается это письма бумажные письма да короче написано но из них сделали лодочки но из них сделали лодочки из самых крупных пещерных комплексов по россии точнее если уж говорить точнее по сибирскому округу но почему туда часто не устраивают экскурсии самое лучшее время экскурсии это вот период с февраля на март потому что еще вот эти зимники они не растаявшие да и есть на что посмотреть может когда они все уже растаяли там только камни и все ничего интересного особо там не посмотрите но вот это по сути дела обычно работа природы в течение многомиллионной эволюции прорубать целые пещеры целые панели в горах а посмотрите прям калки зубы не дай бог на кого-нибудь в руку все пиши пропала это алмазики бриллианты или что это алмазы а туда мы не пройдем сейчас секундочку дорогие мои там же так я буду держать протянутую мне руку с вершины вниз к этому водоему сквозь темные воды где маленькие цветы содрогаются под солнцем фары отражаются на твоей сетчатке залитый лунным светом в тени дымоходы крематорий ну уже о крематории заговорили да честно тут монеты везде разбросаны между прочим здесь очень интересная фишка хоть сколько находить под водой я не утону ну это вам о чем-нибудь говорит почему так почему так а не так ну красота вы посмотрите это я не знаю да настолько красиво все сделано что можно было бы сделать прямо наиполноценнейшую игру с персонажами со всеми делами но мне и так нравится на самом деле вот дамаск исключается дамаск ну знаете дамаск это палестина вроде бы да дамаск 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 ну вот собирай теперь пазл что это вообще может это бред какой то в принципе можно сказать и так дамаск господи ну это просто конечно видно что отражение да на водной глади на потолке да она не синхронно не симметрично но это все списывается вообще к черту учитывая насколько красивая картинка здесь представлена просто это все посредственные вещи я так понимаю мы здесь должны нырнуть так идем прямо я так понимаю там водопад колодец водопада и я не 22 . это довольно сильно напоминает может главу из библии может быть что за звуки пипец это получается мы под водой на какой то трассе да это получается это койка с капельницей и на ней тоже есть какие то монеты монеты звук такой как будто машина прямо жмет на все тормоза и пытается остановиться мрачное место и как отсюда и и и и и жуткие звуки и там все там все реальность типа талантлива талантлива все это вроде уже последний глава очень красиво на новом мониторе вообще очень красиво и музыка луна над сэнфордом оставляла отпечаток в глазах донали поехал на сером хачбеке без нища все существа на асфальте поднялись чтобы спеть ему все символы нацарапанные на скале олицетворяли мое беспокойство моя жизнь похожа на электрическую схему все мои чайки улетели они более не будут гнездиться на этих скалах соблазн луны над сэнфордом слишком силен да очень силен хотя опять же связь между поворотом на сэнфорд и луной на острове нужно выстроить сэнфордом смотрите прям схема на скале как его там надеюсь а вон кстати смотрите вышка там сразу над нами наша задача получается до нее допилить до этой вышки что тут не хочу я тонуть спасите меня то есть это просто выстроенный мостик не с какой-либо значимой целью я так понимаю мы вылезли на обратную сторону острова то есть мы начиная с одного берега мы теперь вылезли на противоположную через вот эти пещеры красиво очень просто свечка посмотрите прям вся скала и зарисованная всякими черточками и везде смотрите вот эти разбитые лодки зачем какую цель преследовал тот кто эти лодки выламывал и бросал выбрасывал на берег а это получается своего рода бухта да это бухта для кораблей то есть получается здесь строили корабли я так понимаю и и сконяли их в воду что-то в этом духе я вернулся домой с карманом полном украденного праха половина из него высыпалась из моего пальто и впиталась в обивку машины но остальную часть я бережно запрятал в коробке которую хранил возле своей кровати это никогда не было намеренным действием но через года это стало чем-то вроде талисманом я сидел неподвижно часами просто держа исчезающую пыль на ладони и примечая ее равномерность настанет время и мы все будем изношены в гранулы смыты в море и растворены это прямой прах какой-то ну да получается кувшин кувшинчик с прахом но как раз об этом навел речь и те как мы подошли к нему идите там на горе кто-то стоит видимо это вот тот самый призрачек которые мы видели в пещере скорее всего так сейчас нам надо бы подняться то что там видите горят пещерки мы туда еще не заходили там что-то есть так вот здесь у нас что опять дефибриллятор лежит и не только он помехи какие-то как будто радио помехи выпадает периодически получается дефибриллятор щипцы какие-то хирургические шприц и таблетки какие-то тут просто брошенные кем-то может продни брошенные может они здесь специально стоят опять же он точно кто-то стоит увидите тень человеческая так пойдемте дальше посмотрим что есть получается фотографии разбитой машины видимо как раз таки речь идет об аварии на той трассе куда получается спустились когда сбросились пещеры вниз до видимо на этой трассе была авария так это мы так возвращаемся обратно можно было принципе оттуда зайти с того хода а здесь просто краска с кисточками больше ничего такие недвусмысленные сигналы намеки а прямо 10 смысл и я не знаю как как по-другому выразить до они конечно спустимся пойдем в обход вот это биение прибоя да прямо заставляет заснуть можно сказать аж в сон тянет я помню что здесь получается вот эти свечи до разбросанные везде где-то над какой-то с одной свечой есть какая-то очень очень интересная штука нет вроде не с этой здесь просто горит свечка там же пещерка вроде было так просто формула и просто фотография чета возможно это фотография той самой эстер который идет речь но опять же под вопросом что там неплохо видите там отражение то ли муж мужское тело то ли женское отражение прямо в воде ну я помню там было отражение какое-то другое не ничего не мужское тело было какое-то другое отражение было сейчас точно не припомню не понял что тень исчезла что ли вроде ходили-ходили вроде было видно слушайте реально исчезла все больше нету тени прям мурашки по коже раньше по моему была тень какая-то другая по моим призрака что ли ли что-то в этом духе то есть не это был не белый человечек до какой-то а прямо в плаще со всеми и вот фишками опять мост автомобильный колеса дверь и опять тот же знак опасности он еще раз подойдем посмотрим может тень она никуда не исчезла не исчезла с концами то есть на мгновение появилась и сразу же исчезла на кружке в который он налил мне кофе были химические диаграммы ручка была липкая в том месте где его руки тряслись он работал на фармацевтическую компанию офис который был в пригороде в ульверхэмптоне он ехал обратно с конференции в экстере формируя стратегическое видение в езде на велосипеде из антоцидного йогурта на европейский рынок ты можешь проследить связи своим пальцем соединить точки и целые новые структуры будут созваны в дейтинг интересная история про антоцидные йогурты ну я в принципе люблю молочную продукцию если уж говорить напрямую йогурты сметану сырки очень люблю но самое главное чтобы не просрочен отсюда я могу видеть свою армаду я собрал все письма что я тебе когда-либо хотел послать если бы я когда-нибудь добрался до материка но вместо того я собрал их в рюкзак и раскидал по пляжу затем я взял каждое и сложил из них кораблики я сложил вас в множество изгибов и затем пока солнце садилось я отправил флот в плавание разбитый на 21 обломок я отправил вас в атлантику и теперь я сижу здесь наблюдая как и вы все тонете то есть получается вот этот товарищ создал свою армаду из бумажных корабликов их запустил их воду да но это не просто кораблики это письма завернуты и опять же раз сломленная лодочка до тайна за завесой тайны короче копайся пожалуйста пищи для размышления тебе в избытке сюда мы не пройдем как еще раз внезапно осил его свет с неба он упал на землю до такое ощущение как будто здесь тоже какой-то текст или это дублит дублеров какая-то идет вот тут вот здесь какой-то текст как будто был написано это яйца какие-то яйца гусиные лебединые может чайки вот такой порт был как раз того места где мы начинали нашу игру то есть наше прохождение точно такой же зеркальное но там был маяк а с этой стороны у нас просто черт пойми что обожаю игры с загадками где надо не только просто бегать стрелять в кого-то да я не понимаю этих игр вообще вот прямо где надо задуматься и покопаться в сути вообще в принципе надо где где стоит включить мозги в первую очередь я понимаю шахмат это одно вот такие интеллектуальные игры да но еще такие где надо задействовать свое воображение и в принципе по ним надо найти понимание логику что это все значит зачем стоит стоило делать вот такую огромную модель острова да вот так рамотно красиво изысканно звук разорванного металла зубов проносящихся по краям камней луны и подающий сигнал пока я лежал прижатый рядом с тобой пока тикала система охлаждения и оклики с большой высоты все мое сознание мой разум обеззная дорога это получается какой-то канавчик для того чтобы камней спускать что-то в этом духе короче вот прервал мысль вот зачем стоило вот столько париться до салтвест опять звук играет странно какую как будто какая-то не знаю стена с окнами или что-то в этом духе короче то столько париться для того чтобы просто тупо погулять да нет здесь заложен довольно глубокий смысл и прошло уже много лет 10 лет уже с выпуском этой игры многие еще копаются в смысле в логике бытия есть еще наподобие игра в кавычках опять же да я вообще не могу назвать видео играет своего рода видеокнига да называется она олл сити левиафан старый город левиафан если кто-то проходил пишите в комментариях ваши впечатления поскольку там гораздо больше приходится читать нежели проходить то есть в основном в таких историях заложено много чтиво где надо прочитать и осознать в чем логика а он кстати вон там стоит товарищ призрак или кто-то и так мы не пройдем я уже пробовал не раз придется в обходы я начал свое путешествие на бумажном кораблике без днища я полечу на нем ноуну я был согнут по линии времени лист жизни ослабел теперь ты остановилась на противоположной стороне листа я вижу твои следы из чернил которые впитываются через волокна растительной целлюлозы когда лис пропитается водой и клетки разрушатся мы перемешаемся когда этот бумажный самолетик покинет край обрыва и высечет параллельные тропы пары в темноте мы будем вместе мы сойдемся и будем вместе да так здесь мы просто в тупик пришли это просто обходная тропа какая-то тропинка тропин тропиночка небольшая очень атмосферную ребят вообще просто я не пойму вот зачем вот стоило вот здесь тропочку сделать и зачем надо было свечку сюда ставить ради какой-то цели наверно или надо было выслушать какую-то историю на может он должен был сказать что-то в этот момент что-то написано когда когда же он ушел до или как нет тогда же он ушел до никогда или когда все-таки тут не поймешь что если так смотреть как будто ты а так вроде к когда же он ушел вроде так на пойдем дальше тут что у нас написано приближался к дамаску теперь слышите прям музыка такая с помехами как будто стало краски сменились если бы дональд пережил это он бы понял что как и я сам был собственной границей между землей и водой и в то время как я стал этим островом он превратился в его сифилис отступая в горящие синапсы камни короче бред сумасшедшего можно сказать наверное а может и нет на кросс что скажет это музыку помню я дальний свет фар отражается в сетчатке слишком дальний для туннелей моего острова без дна морские существа поднялись на поверхность но чайки здесь не для того чтобы нести их в свои гнезда я стал недвижен открыл и уставил глаз повернутый сам на себя я стал зараженный ногой чьи линии составляют четкую карту соединений автострады м5 я выйду на середине бедра и припаду к моей эстер как эмоционально честно говоря в английской озвучке гораздо более эстетичнее звучит что ли здесь немножко переигранно звучит просто не знаю как будто это не знаю башня башня снижение или что-то в этом духе не знаю как называются такие помещения м м тенге опасно музыка конечно ну кто-то любитель такого кто-то не любит все мы люди разные посмотрите какая красота это мы бы он оттуда пришли я обыскивал эти воды в поисках костей отшельника, следов донора, какого-либо клочка от якобсона, пустой бутылки, что могла бы послужить обвинением ему я истер этот участок автострады 21 раз, пытаясь воссоздать его траекторию, точку, когда его сердце остановилось замертво и все что он видел луна над сент-фордским перекрестком, он не был пьян эстер, он вовсе не был пьян и это не была его ошибка, это были исходящиеся линии, что обрекли его нагибу это не отмеченное естественное состояние, чайки не летают так низко над автострадой, заставляя его уворачиваться краска, слетевшая с машины линиями, словно болезнь, поражающая точку кто успел, тот прочитал вот мы подпираем уже к вышке, вот мы очень высоко ветер, конечно, не пьется я покину это тело и вознесусь дорогая эстер, я сжег свои пожитки, книги, свидетельства о смерти моим свидетельством будет весь остров кем был якобсен, кто помнит о нем о нем писал Доннелли, но кто такой Доннелли? кто вспомнит о нем? я нарисовал, вырезал, вытравил, высек в пространстве все, что перенял от него придет на эти берега другой, чтобы вспомнить о меня и встану я из океана, словно остров без дна соберусь воедино, словно камень стану маяком, сигнальным буем, чтобы помнили тебя нас всегда тянуло сюда и однажды чайки вернутся и совьют гнезда в костях наших историй и взгляну я налево и увижу эстра Доннелли, летящую около меня и взгляну направо и увижу пола якобсена летящего рядом они прочертят белые линии, врезанные в воздух как послание? ну, короче, как-то так я прохождение здравствуйте как работа вот такая вот история, ребята я так понимаю, он залез на вышку и сбросился и ответили, заметили, чайка, день чайки я так понимаю, он то ли превратился в чайка, мне казалось, что он просто взлетел оказывается, это чайка то есть перевоплотившись в чайку персонаж улетел интересно очень сразу возникают какие-то смешанные чувства и каждый раз при прохождении узнаю что-то новое из данной наборы да, 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 да те чайки на прохождение, да? да, 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 да вот такая вот история, ребята вернись то есть даже переводить не стали да, конечно, с дубляжом здесь немножко пофурыкали, но что сделаешь вот такая вот история, ребятушки делайте свои выводы пишите в комментариях, что вы обо всем этом думаете стоит ли делать прохождение вот в таком ракурсе если вы хотите немножко в другом жанре пожалуйста, пишите но мне лично это очень нравится я обожаю вот эту игру я буду делать еще какие-то прохождения я думаю, что сделаю еще одно прохождение возможно на Old City Левиафан старый город Левиафан но посмотрим как дело пойдет дальше все зависит от запасов моего времени и сил так скажем все-таки семейное обязательство никто не отменял так что ребятушки всем спасибо за то что смотрели со мной данную игру данное прохождение пишите в комментариях ваши мнения ваши теории что же это все значит что это все могу вообще что могло случиться здесь на этом острове кто такой вот этот персонаж ну за которого мы играли да если кому-то интересно вступайте в группу ссылку я оставлю в описании вконтакте вступайте в группу и делитесь делитесь своими мнениями что вы вообще так скажем для себя приняли из данной новеллы что вы поняли что вы разузнали может какая-то новая точка зрения просветит так скажем вот эту мрачную я не знаю структуру вот эту вот этот комп которая которая залатана вот данная игра да и распутать все вот эти нити чтобы понять что же здесь что и что это все значит всем спасибо еще разок буду делать ролики почаще как это будет возможно сразу предупреждаю не ждите ролики каждую неделю или каждые 2-3 дня все зависит от моих ресурсов так скажем берегите себя и своих близких все будет хорошо плохие я не знаю деньки они все-таки рано или поздно закончится сейчас немножко период такой тяжеловатенький но я думаю все мы этот период переживем ну как то так так что всем спасибо до скорого